Городец 22-24 февраля 2020 Город Городец 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 завод, автомеханический завод, множество друзей, и вот две судоверзии. Представляете, вот сколько разнообразных, хотя это было село, и жил их здесь немного народу, но брали как для сварения обыкновенным трудолюбивым. Вот внизу, ну, конечно, ведь и неказисты дна, здания, потому что здесь на Волге в основном не было жилых домов, и здесь в основном были складские помещения, и такие хлебные лабазы называют, то есть места, где хранился хлеб. Почему мы на Волге жили или бедные люди, или вот склады находились? Потому что Волга разливалась по весне, и здесь жизнь была опасна. Была даже такая поговорка, мол, что ты боишься, что ты переживаешь? Не на Волге живешь, потому что во время разлива, вот как раз вот, по весне, много народу даже гибло. Вот поэтому нищета жила внизу, а на горе жили самые богатые люди. Интересно то, что вот поскольку городец опирался на старообрядческие демократические позиции, здесь, по сути дела, старались не оформить никаких особых документов. Здесь самым главным документом было купеческое слово. Сказал, держи. То есть люди старались держать то, что обещали. То есть вот, если было делом купеческого, ну то есть как это называется, купеческое блело, купеческий дух, вот это вот честое купеческое слово, оно значило больше, чем бумаги. Причем, если в других городах, вот например, в Арзамасе, для того, чтобы стать купцом, нужно было оформлять специальные бумаги. И вы знаете, что эти бумаги, которые оформлялись за определенные деньги, то есть покупят первый гильдий, второй гильдий, третий гильдий, понимаете меня, да, о чем я говорю? То есть все это официально фиксировалось. То в городце это не фиксировалось. Считали так, есть деньги, значит купец. Занимается благотворительностью, значит купец. Не делает этого, денег нет, какой-то после этого купец. Поэтому одни торгаши остались. То есть ничего, что от хищи не осматрялось. Поэтому обычные жители, вроде бы как Мещанского сословия, не считались, как сами, без всяких бумаг. Сейчас мы с вами выйдем, и я продолжу свою камеру. Куда мы сейчас пойдем? Вот сюда пойдем. А что это? Сейчас деньги брать с собой, там стоят, и нет. А ну возьмите там сувенир. Ну, все так, по поводу сувениров. Я вас помню в большой сувенирную такую ласку, называйте Матрюшкин дом, где самые относительно дешевые сувениры, они везде приблизительно одинаково, и пряники там. Матрюшки яркие при нем, встречу добрую начнем. Гости, туристы, вы пришли недаром в музей старинных самоваров, где ваше покорит сердца сокровищница городца. Здесь экспонаты просто дива, незабываемо красиво. И тронет вас до глубины, духа нерусской старины. Музей запомнится надолго, и вы вернетесь вновь на Волгу, в один из лучших городов, в объятия славных мастеров. Ваш дом в любое время года – прекрасные экскурсоводы. Эти строки нам написал Лев Михайлович Страхов, участник парада 45-го года. Нашему музей посвящает стихи, песни, баллады. Дорогие мои, коллекции, в которых сегодня видите 453 самовара и более тысячи предметов собрал один человек – Николай Федорович Пуляков, почетный гражданин земли городецкой и Нижегородской области. Ему 72 года. Живет у нас здесь, в городце. Он 13-й ребенок в семье. Профессор, доктор экономических наук, государственный сябритель 2-го ранга, руководитель кафедры Министерства Милочевского, лиценат, пиландров, генерал-пиланд, бывший руководитель Налоговой федеральной субъекции Синич-Жегородской области. И сейчас у нас в лицердате 9-й про собрание глава администрации. Дорогие мои, коллекции собирал больше, но сейчас собрать просто невозможно. Она у нас уникальна. Идет рассказ с 16-го века. Если в Туле только идет от русских мастеров, то у нас идет с 16-го по 21-го. Итак, где же пьюсь? Малавар, водогринник для чаю сосуд, большей части медный, с трубою и жаром не внутри. То, на чем стоит самовар, называется подставка. Это у него погдувало или шейка. Туло, куда заливалась вода. Кран-верточка располагался в нижней части. Самовар не чайник, наклонять нельзя. Ручки деревянными хватками. Дерево использовали яблонь или орех. У дорогих самовар, кучки будут костяные. Кость мамы-то, слону использовали. Вы знаете, слоны мамы-то закончились, стали использовать коровью, лосиною. Итак, давайте посмотрим. Чайники заваршие сначала были из металла, фарфор появится позднее. Если дома есть фарфоровый чайник, конечно, заварить лучше в нем. Чай будет намного вкуснее. Просто тогда фарфора еще не было. И так мы и буквали вот эту корону, которую называли комфорка. Крышку, народно, называют нахлобучка. В дуло залили воду. Вот по плечике нахлобучили крышку. А в кувшину, лежа ровню, закладывали топливо. Самое идеальное топливо, мы только сейчас говорили, это уголь. Или шишки сосны. Только сосновую. Еловую вот такую нежелательно. Чешульки тонкие, прогорит быстро. Но там очень много смолы. И смола испортит решетку поддувала. Если самовар правильно им пользоваться, он проживет больше всех родственников. И так до половины головы этого топлива самовар нужно было разжечь. Возле печи лежало полено, которое нарезали ножом, разлучали. Пучок лучин нарезали, лучину, да? Отрывали кору березы. Все это поджигали, пускали вовнутрь, а наверх ставили трубу. Развели самовар, поставили трубу. В помещении труба была изогнутой. Она была до такого камена. Она вставлялась в дымоход. В печи было отверстие. На природе была вертикальная. Чем выше труба, тем больше тяга. Развели самовар, а он не разгорается. Забыл хозяйку почистить поддувала. Тогда, конечно, брали сапог. Когда Обама, бывший президент Америки, приезжал в Россию, его стали угощать чаем из самовара. И решили показать наши все обычаи, да? Одели сапог. Обама посмотрел на переводчик и задает вопрос. Это что? Переводчик, парень русский, говорит, вы знаете, русские люди не заморачиваются. Если не разжигается самовар, значит, женщины махали платочком салфеткой, а мужчина снимал сапог с ноги и вот такими движениями подавал киснород. Обама посмотрела, говорит, нам менталитет русских людей непонятен. Мы с вами загадочные люди. Итак, мы ставим трубу. За счет кувшина жаровни вода начинала прогреваться, как говорят физики и химики, до мельчайшей молекулы. У самовара четко выражены три стадии кипения. Первая стадия самовар поет. Если самовар весело пел, хозяйка ходила по дому радовалась, говорила быть добро. Вдруг начинал свистеть. Это к беде, денег не будет. Мальчишкам дома свистеть не разрешали. Не свистеть денег не будет. Суеверная хозяйка услышала свист самовара, сливала воду, вытряхала топливо и разводила самовар заново. Кому хочется беды в доме, без денег же развела, запел. Вторая стадия шумит. Вода наполняется кислородом, становится мутной. Вот эти пузырьки, которые были на стеночках, они начинают отрываться. Вода становится мутной. Температура воды 80 градусов. Использовали для заварки чаяния 100 градусной. Брали чайник, ополаскивали, выливали водичку. Мерная ложечка из чайницы закладывали чай. Чай хранили в чайницах, закрытой плотной пробкой, чтобы он не терял аромат, не впитывал запахи шкафа. Одну ложечку мерной заложили, залили чайник 80 градусной водой, пока только до половины, покрыли салфеткой, и он начинал раскрываться. В это время вода в самоваре прогревается все больше и больше. Мелкие пузырьки сталкиваются, становится крупнее, да? Вода начинала булькой подниматься кверху, и паровичок душничок постукивал, ополещал хозяйку о готовности кипятка. Снимали трубу, закрывали жару, помню, прекращали доступ к кислороду, а чайник доливали, мы на своем доме доле, доливали 100 градусной водой до полного и ставили на комфорту. Ученые стали исследовать самоварную воду. Народ дает поговорки, а ведь создает поговорки. По ощущениям говорить стали, чай не пьешь, говорит, какая сила. Чай попил, совсем ослаб. Чай пить не дрова рубить. С чаем не скучаем. Чай пьешь, здоровье бережешь. Чай бьешь, до 100 лет живешь. Мужчины еще придумали. Чай не водка, много не выпьешь. Оказывается, вскипяченная в самоваре вода и быстро охлажденная в чайном блюдце. Наши прабабушки-продюски чай пили из блюдца. Эта вода обладала набором тонизирующих свойств. Ставилась волшебной, живой водой. Знаете, как действовала у человека? Нервно возбужденно успокаивала. Ее, человек был ослаблен и, наоборот, поднимала тонус. Выравнивала настроение. Чай горячий, ароматный. Да на вкус весьма приятный. От ней дубов исцеляет. И усталость прогоняет. Медля посуды была очень дорогая. Металл был мягкий. Стали применять сплавы. Обратите внимание, во все сплавы входила медь. Сплав меди и цинка. Это латун. Самовар-шар. Сплав меди, цинка и никеля. Мельхиор. Самовар-пушка. Мельхиор называли заменитель серебра. И лимитация серебра. Сплав меди и цинка на меди 80-90%. В том факт. Вот такой сплав еще в шутку называли самоварное золото. Самовары из такого материала стоили очень дорого. Медь стоила дорого. А вот 90% 25 рублей. В 18-м веке стоила такой самовар. Из баб деревни стоила 13 рублей. Коров в доме 5 рублей. Лошадь 7 рублей. Если девушка выходила замуж. И родители приданно давали самовар. Это была очень богатая невеста. Жениху завидовали. Наджигород самовар взял девку-то. И складывался. Идуал. Теперь ли посудина. Дорогая была. Такой самовар покрыт серебром. А в нем и полезность воду добавилась. Вода обогащена кислородом. Плюс он и серебра. А серебро у нас природный антибиотик. И даже мглодулятор. И пить воду из такого самовара можно исцелиться от различных болезней. Вступ в дверь. Звонок. Выходит хозяева с семьей. Власти пришли. Власти просим. Пожалуйте, откушу чайку. Не угощение предлагали. Оставили на стол вот такой комплект. Поднос, плоскательная чаша. Самовар, яйцо, долин и заварочный чайник. Водовая чай, хозяйка говорила. На доброе здоровье. На доброе здоровье. Гость должен был ответить. Влада, дарю вам. Влада, дарю вам. Чаю пили по 15-20 стаканов, не выходя из-за стола. Выпить бывало. Гость 5-6 чашек. Вот, готов не человек. Выпить чашку. Будет с вами подумать, что напиться. Готовым отдыхал. Компредитатный. Как не помню. Не знаю ничего. Вот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие наши защитники Защитник куда-то пока не стоит Ну, женщины, мы все этот праздник отмечаем Это дорогой праздник для наших мужчин Которому тоже уделяем внимание Вот, конечно, очень много сделали для нас У нас вот есть хорошие здесь строки На стихотворениях для мужчин 23 февраля праздник всех мужчин И не важно, кто из вас, какой имеет чин Ведь в семье одно вам звание Муж, отец и брат А для родины защитник Армии солдат Дорогие мои, я сейчас только вам говорила Про полевую кухню, да Про образа, как раз послужила Вот та кухня, которая еще была В 17 веке Вот этот замечательный человек Антон Федорович Турчанович Создал полевую кухню Которая прошла Всю Великую Отечественную войну Функционировать она начала С 1900 года Когда была война с Китаем Участвовало 8 держав Наша армия, как всегда, была непобедима Дорогие мои И, конечно, давайте посмотрим Вот здесь у нас фляжка Да, вот такие фляжки без воды Ни туда, ни сюда И как солдату нельзя было Ну, иногда в такие фляжки И спирт давали Разливали Что мы видим? Армейский самовар-чайник Обратите внимание Почему самовар-чайник? Потому что у него здесь жаровник Как у самовара Сюда наливали водичку Здесь, значит, у нас было топливо Это кружка Выполненная из гильзы снаряда Часто солдаты теряли Кружки Их пробивало снарядами Но наши мастера Они настолько были везде мастеровые И во время войны Гильзу снаряда Вот переделывали Вот под такую кружку Даже внутри немножко луженые Приклепали ручку Донышко И можно было использовать Итак, мои дорогие Всю жизнь в России воевала, да? Вспомним 1812 год Скажи-ка, дядя Ведь недаром Москва, спаленная пожаром Французу отдана Ведь были ж схватки боевые Да говорят, еще какие Недаром помнится Россия Про день Бородина Наши мужи Прошагав пол Европы Когда изгоняли армия Наполеона Она была в три раза больше российской Пройдя Европу Внесли в российскую культуру Новые формы В России появились бульетки Буир с французского кипеть Бульетый чайник или маленькая грелка В богатых российских семьях Впоследствии Такие сосуды стали использовать Как помощники самовара Представьте такую картину Пришел один гость Затратных для одного Ставит целый ведерный самовар Выливали остаточки кипятка Подогревали при помощи спиртовочки И начинали беседу Вот такой самовар-бульетка Похожий был у соседа Александра Сергеевича Пушкина В Петербурге на мойке Гениальный поэт Очень хорошо рисовал Он часто захаживал к своему другу И, конечно, в романе Евгений Онегин Появляются строки Смеркалось На столе блистая Шипел вечерний самовар Китайский чайник нагревая Под ним клубился легкий пар Разлитый Ольгиной рукою По чашкам темной струею Уже душистый чай бежал А сливки мальчик подавал Когда приходили гости в дом Детей усаживали за стол Учили манерам поведения Ребенка воспитывать надо До 7 лет До 5 даже Потом перевоспитывать Да, перевоспитывать намного труднее Ребенка сажали за стол И говорили Закрой рот Он не кривляется Он себя не показывает Что он самый главный в семье Если пришел гость Гостя сажали в красный угол Если гостя не было Первую чашку подавали отцу Отец А у нас отцу что останется Все в детстве Детям даем на поездку Потом умер, упал В больнице ляет Голодный Потом подавали бабушкам дедушкам А сейчас бабушка дедушка за стол Посиди в другой комнате Вот гости уйдут Мы тебя потом покормим Потом забыл бабушкам дедушкам Тетям, дядям, родителям И последнюю чуть подавали малышу Знаете, как правильно Ребенку ни к чему горячий чай Пока разливали взрослым чай Для него чаек остыл Поймите Дети учатся тому Что видят у себя в дому А родители пример тому Говорят Ну он как одежда А то я бы не хорошее Так что дети Это наше отражение в зеркале Чтобы чай был вкусный Играла роль вода А в те времена, когда была экология хорошая Хозяйка даже говорила Ваня Принеси издание на колодце Воды на чай Потому что здесь брали настилку А намутные Убрали из рек Эти были чистые, прозрачные А сейчас ко всему пляжу купаться-то нужно Вот настолько мы испортили экологию Если дальше будем так продолжать У нас уже и жилья нету Какие возможности отлечиться Никакой фильтр не очистит Сегодня мы с вами Имеем очень удобно Разные продукты Но подувал мы не нашли Немного в холоде К нему полагалась посуда Сервис создавая геннонцам Он очень дорого Дорогие мои Обратите внимание Братиша Марина в Туле Изготавливает самовар уже для шаха персидского Для двора величества Принцип внутреннего жара был известен В Востоке Вот появляются такие пауганы Но он неудобный Маленький Для одного человека И вода остывала А вот у самовара кран Перекрывал не только кипяток Он не давал уходить теплу И в Европе самовар назвали Русская чайная машина Это для арабского шейха Для эдистской принцессы Чайник из Мавритании Похож на лампу Валадина Государство Северо-Западная Африка Чай пить неразбавленный густой Но прирост Чайник приподнимали на метр Вода доходя до чашки стывала Образовалась пенка И пили всего несколько глотков Самосозерцая Изучали свой внутренний мир Балдели У нас был капитан Дальнего Плавня Рассказал Первая заварка была похожа на луку змеи Вторая на любовь страстной женщины А третий забыл В следующий раз приеду, расскажи Фабрика Телли в Туле Изготавливает самовар для Востока Керосиновые На Востоке добывали нефть Из нефти делали керосин, бензин Смолочные материалы Скипит самовар Тулу убирали на подставку А вот на эту часть одевали лампу Стекло, освещали комнату Появил самовар Динатурат Который работал на техническом спирту Технический спирт в тот раз дороже питьевого Такие самовары, конечно, в России не прижились Потому что спирт на самовар не доходил Итак, шапочка Тюрбан Персидский самовар Да и мог выходить в маленькие отверстия кольцами Такое впечатление самовар покуривает Сосуд для вина Опять в форме самовара лавянный Привезен в греческое острово Корфу Итальянское название острова Керкира Где губернатором был наш русский флотоводец Федор Федорович Ушаков И 1790 года его командующий Создатель Черноморского флота В знак уважения нашему полководцу на острове Корфу В 2013 году поставили памятник Он причислен к люку святых Так же, как Александр Дневский Если бы вы остались ночевать в гостинице в 19 веке Вам постучали в дверь И предложили выпить чайку из такого самовара с одной ручкой И такие самовары использовали На пикниках, на гуляниях Особенно москвичи были чайные гурманы Ну что ж, нашему музею присылают посылки Это будет не единая посылка Обратите внимание Из Потсдамас Германии спиртовой самовар Сюда заливали спичку Поворачиваем кран Поджигаем спичку И вода закипала Самый вкусный чай, запомните Когда он на березовых углях Итак, вот Николай Татьянович У нас верующий человек Часто отправляется в паломческие поездки Этот самовар привез с берегов Йордана Священный река Ордан Где крестился Христос На изготовлении самовара Уходило от двух месяцев до шести Ключа и 42 операции Пользоваться вот таким примитивным Орданом труда Посмотрите, молотки, молотки, ничего особенного Но какая ведь красота Сейчас мы перейдем во второй зал И увидим самый большой самовар Трактирный 250 Бог трактира Душа студенческого пира Пишет Давид Самуилов О трактирном самоваре Трактира В переводе с голландского угощения Дешевый кафе-ресторан Куда ходили пить чай Вы знаете, чай стоило дорого Две с половиной копейки стакана Или пять копеек пара За копейку можно было купить Целую буханку хлеба Рыбу, образе мяса по кушке Вот забирай Чайку попьешь или покушаешь Ну, в трактире чай подавал половой Борис Кустодев, московский трактир Он подавал пару чая Заварочный чайник, доливной И два маленьких вот таких комочка сахара С одним комком пили пять-шесть стаканов Заварный стойкой стал трактирщик У него можно было заказать угощение Прибрести посуды Послушать музыку Значит, за столом сидели ямщики Люди на государеве службы Поэтому не в кафтанах Водители кобылы Чтобы быть имщиком, нужно было быть женатым И не пьющим Перед трапезой обязательно молились Итак, все страны Европы и россияне Изначально пили иван-чай Вся Европа пила иван-чай Еще в Древней Руси Московичи и псковичи Полюбили цветок нежно-розовый Он людей шцарял Жажду вне утарял Согревал вечерами морозными Жлых врагов развенчав Пил Копорский тот чай Александр Ярославович Невский И мы в память о нем Снова чай этот пьем На древнейшей земле Городецкая Собирает этот чай Растет у нас по всей России Но собирает его И у нас производят в двух местах Значит, это Зиняки Зиняки Поселок Зиняки Молодой человек Там открыл свой производство Очень хороший чай С разными добавками Вот И, конечно, вот Емельянова Поселок Емельянова Дорогие мои Что это за чай? В нем содержится витамин С В1, В6, В12 Фолиевая кислота Половина таблицы Меделеева Значит, что может исцелить? Помочь Мочекуловую систему Сердечесо-сосудистем Выводят антиоксиданты Его заваривают 4 раза На четвертый раз, когда мы его заварим До шести раз можно заваривать На четвертый раз, когда заварим оттуда Выводят вещество коннерол Которое не дает развиваться раковым клеткам Китайцы попробовали ванчай До Значит, сделали химический анализ До приема чая И после Они обнаружили, что меняется состав крови Пейте ванчай Это удивительная трава Они сделали заказ у нас в России Приглашали нас в китайское посольство Я с директора фабрики ездила Возили мы самовары Мы рассказывали Самовары, как их надо разводить И поели к ванчаю Ну что ж В 1638 году Внимание Василий Старков и Василий Неверов Послы от Монгольского Алтынхана Привозят это китайское траво В подарок Михаилу Силовичу Роману Дедушке Петра I Чай начинают пить Как лекарство при царском дворе Бояр мне нравится Горчит После ванчая Гордо не хотели брить Курить не хотелось Но наши купцы Поехали за границу На восток Взяли с собой наши масла Замечательные Поменяли свой товар на чай Привозят черный чай Зеленый Заставляют Провки перцу Луку На петрушке корешок Чай мой вышел Объедение Три раза прокипятил А еще для украшения Сверху маслице полил Чай готов Извольте кушать Снял я с барина пальто Как у меня барин чай У нас самый вцепился И таскал Не оттаскал Ах ты плут Ах ты разбойник Ну чего ж ты натворил И тогда я догадался Что я чай И посвалил Каждый мастер Раз удивить Своим покупателем Различными формами Самовар, солдат Руки по швам погонов Фуражка, керзи, сапоги Это у нас Дон Джуана Бальсити Женский сердец Значит Цыганские Руки в боки Улыбка Вес рот Злоченые зубы Это тоже цыганские Только зубы редкие Крам цыган Пустился в пляс У нас был цыганский барон Подтвердил Что это цыганский Знак уважения цыганскому народу Прочитал стихотворение Я люблю Когда скрипит калитка Самовар на угле Крепкий чай Вдалеке цыганская кибитка Крики петухов Собачила У них как раз слезам Преклонил колено Поцеловал руку Большое спасибо Что вы уделили внимание Цыганскому народу Вы знаете В России проживает 100 А с 90 Проживало 199 национальностей Сейчас уже 240 Вот И конечно Не важно Какому вероисповеданию Мы пришли в этот мир Творить добро Уважать друг друга А россияне это умеет Ну как пили чай Там Замещание С сахаром пили Сахар был очень дорогой Не каждый мог себе позволить Купить И пили с одним комочком 5-6 стаканов Прикуску Зажимая вот так В дворе они так не могли Делали для ребенка Что я не пью Думаю хоть бы лизнуть Да Под затыльник Я говорю Ты что как долго На сахар смотришь Сколько сладкого А то будет И тогда я начал пить Ну что Чай пили с молоком С молоком пили в России В России наливали сначала чай Потом молока Топленое Кипяченое молоко Как правило уже было остывшим И чай становился холодный А мужчины в России сказали Пить холодный чай Это как целовать Нелюбимую женщину В Европе наоборот В горячее молоко Наливали горячий чай Пить и как в Европе Когда россияне Перестали пить Иван-чай Вот этой кислинки На генетическом уровне Стало не хватать Правда В черный чай горчит И зеленый И россияне Стали добавлять лимон В Европе так и говорят Давайте попьем чайку По-русски Чай пили до седьмого фото Подавали полотенца На которых были вышиты Не только цветы А даже поговорки Добро сидеть за самоваром И пить из блюдца не спеша Поет, гудит и сходит с жаром Его славянская душа И не удержится хозяйка Как на духу В один присест Пришедшие гости без утайки Откроют все, что в сердце есть Открывали душу и сердце Может, не надо было Итак, давайте посмотрим Самовар-подарок Клюшкину Федору Сергеевичу Село Павлова Завредение голубей Наш музей посетил Клюшкин Сергей Николаевич Из города Павлова Заслуженный голубевод России Остал свою визитку Самовар выставили в зал Народу стало ходить много Одного крана не хватает Приварили еще два крана Сморку жуни У него поменялось название Маленькие дети Назвали Змей Гарвенович Посташ дети Назвали Русской Тройка А мужчины банки рассказали на троих На нем мы видим Этистские медали Клеймо в фабрике Это говорит о том Что владельцы фабрики Принимали участие в выставках За что получал личное клеймо Величайшая награда Герб российского государства Если ставить такое клеймо Владельцы частично освобождали от налогов И давайте посмотрим на эгоисты На одну чашку Вот такие самоварчики Выдавали офицерам царской армии Чтобы офицер За минуту За полминуты Согрел кипяток Привел себя в порядок Побрился и выпил чайку На две чашки побольше Называли Тет-а-тет Глаза в глаза Посидим Редком поговорим лотком Детям тоже покупали самовары Дети, подражая взрослым В игре учились вести хозяйство Да, у дочки матери Учатся тому, что видят себя в дому Самовар-ферзь Шаг Вот ты фигура-ферзя Желудь, а не в дуго Дуля, то есть груша Пасхальное яйцо Ёлочные игрушки Самовары Работники Нижегородской фабрики Эр-ей Побывали в нашем музее Настолько прочувствовали экскурсию И решили нам сделать подарок Выдав соломку самовары Списали вручную на одном из них Изобразили наш дерево Русского самовара Это дом-усадьба купца Красавина Дом исполнилось 154 года А музею будет 13 лет Только 8 сентября Наш музей стал брендом Городецкого района Среди туристов существует поговорка Побывали в городце Не посетили музей самоваров Значит, много потеряли Я думаю, что вы сегодня ничего не потеряли А узнали историю И культуру нашего замечательного Русского государства А культура начинается с семьи Когда дети сидят за столом Учатся слушать взрослых Это мы сейчас поставили чайник Попили чай в одиночке Легли спать А чтобы поставить большой самовар Можно собрать бы всю семью Вот он как нас обменял Ну что ж Давайте посмотрим на подарки Николаю Федоровичу Подарили шоколадный конфет Шахматы Из Санкт-Петербурга Играйте в шахматы Съедайте фигурку Поиграли, все съели Осталась шоколадная доска И самовар как в шахматах Здесь сядет он, король, муж А тут она, жена, королева Название тет, а тет Для двух эгоистов Николай Федорович пошутил И говорит Для мужа и жены Когда поссорятся В свадебное искусство Молодым девчонкам я и говорю Знаете, милые броняцы Не только тешатся Они укрепляют свой брачный союз Семья без ссоры Что суп без соли Это угольный самовар Тул и сейчас поставляет самовар В разные страны мира Таких самоваров Три брата-близнеца Первый был изготовлен Подарен нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину Второй самовар Владимир Владимирович Присылает Николаю Федоровичу На юбилей На 60-летие В 2007-15 ноября Когда Дмитрий Анатольевич Медведь был президентом В 2009 году Отправившись в Тулу Он получил дар Точно такой же самовар Стали выручать Сказали эксклюзивный Один из чиновников Какой эксклюзивный Я такой в городце Видел Дружеский шарш Николай Федорович Пьет чай Самовар Глюца Генерал Тенант У него погоны Но он собирал налоги Чем? Деньгами Первый самовар Вот такой самовар Представьте себе В этом году Мы отмечали 70-ти штилетия По Значит Ленинградской блокады Представьте Такую картину Блиндаж Кто-то играет на гармошке Кто-то чистит оружие Кто-то пишет письмо Складывая в треугольник Один солдатик Взял консервные банки И смастерил самовар И угостил своих однополчан Сороковые роковые Свинцовые пороховые А ты я на полустанке В своей замурзанной ушанке Где звездочка неустанная А вырезанная Из банки Иногда Офицер Вырезал из консервной банки Звезду И говорит солдату Возьми мелок Как только будем в штабе Мы поменяем на орден Красной звезды Чтобы поднять его дух Кто знает Доживет он до следующего боя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok